Добро пожаловать в мою мини мастерскую. Сегодня попытаюсь что-нибудь напечатать из полипропиленового шпагата. Это пробное видео. Посмотрим насколько оно интересно. В дальнейшем я буду пытаться печатать из женских колготок, из телевизоров, из одежды, из пакетов и из всякой другой фигни, которая хоть как-то плавится. Не важно, что с этого получится хороший или плохой результат. Главное попробовать и понять, стоит ли с него печатать. До стадии прутка я хочу его довести с помощью нагрева и протяжки вот на этой печке. Протягивать я буду по три шпагата, чтобы он был ровный и плотный. Предварительно спаяв их паяльным феном. Да, по времени займет это очень много, потому что шпагат придется прогонять не один раз. Очень долгий процесс, но мы же хотим качество. Ну пруток получился отличный, ровненький, даже одного диаметра, наверное, надо померить. Классный, ровный, еще что-нибудь с него напечатать было бы вообще отлично. Пришло время разобрать схему протяжки прутка и поставить новый убитый 3d принтер, предназначенный специально для экспериментов. По разработке 3d модели я особо не буду париться. У Autodesk создам маленький цилиндр. Попробую его напечатать. Код создам слайсером Кура, 15 версия, она мне очень нравится, но температурный режим будем подбирать. Для начала откалибруем. Ну что, пробуем первую печать. Продолжение следует... Первая печать получилась неудачная, никакого сцепления со столом. Сейчас попробую помазать волшебной жидкостью стол и запустить на печать еще раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, все равно не то. У детали очень сильная усадка и отрывается от стола. Наверное печать пылепропиленом невозможно. Хотя, может поэкспериментировать. У меня есть самодельный ПЭТ пруток из пластиковых бутылок. Может их попробовать смешать? Продолжение следует... ЧТО thema... Продолжение следует... На удивление деталь распечаталась. Причем даже неплохо. А что если одним слоем попробовать напечатать подложку из смешанного пластика, а уже другие слои продолжать печатать полипропиленом. Пробуем. Первые испытания показали себя не очень хорошо, но с другой стороны неплохо. На следующий день я уже свернул все свои видео гаджеты. Начал разбирать схему по уплотнению прутка и тут мне попались два неиспользованных экземпляра. В этом эксперименте я понизил температуру до 190 градусов и включил обдув на 100%. И вот они проливали башмаки и сандалии. Напечатанная модель оказалась почти идеальной. Так что я думаю, что в скором будущем я переделаю свой станок по протягиванию прутка из пет бутылок, которые есть у меня на канале, но снят в плохом качестве. Продолжение следует... Мне пофигу на лайки, да и подписку не собираюсь. Просто хочу чтобы вы оставляли комменты с какими-то конкретными советами, предложениями, замечаниями. На следующий раз вот из этого вот я сделаю вот такой вот пруток 1,75 миллиметра Которым очень хорошо печатать. Вот пробные детали, которые у меня напечатаны. То есть все отлично! Отличная шестеренка уже была в работе. Так что надеюсь до скорых встреч если вам будет интересно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова